Доброго здоровья, с вами снова я. Я нахожусь в Турции, город Стамбул, на побережье Мраморного моря. Сейчас начнутся предыстории, которые подготовят нас к той истории, которую я видел сегодня. Эта история касается моей прошлой жизни. А предыстории будут из-за этой жизни, этого физического тела и моего понимания, сознания и чувствования на те моменты. Потому что начнутся они очень рано, в 1988 году, когда мне было 16 лет. Я учился в школе, которую решил закончить по истечении 8 лет. Потому что в то время, моя школа была 8-летка, ту информацию, которую преподавали в школе, я не запоминал. За некоторыми исключениями, которые мне потом пригодились в жизни. Потому что я знал, я чувствовал, что 99% тех знаний, которые преподаются в школе, мне не пригодятся. И поэтому я решил закончить её как можно раньше. В то время была 8-летка и 10-летка. Сейчас, конечно, это 9-летка и 11-летка. И после 8-го класса я выбрал пойти в профессионально-техническое училище. Я даже не знал на кого. Поэтому выбрал почти спонтанно. Электриком. Хотя это дало мне некоторое понимание, как работает энергия, электрическая энергия. Это пригодилось мне в дальнейшем. Для понимания, как работают более тонкие энергии. Училище сокращенно называлось ПТУ. И туда уходили в основном двоечники, хулиганы, ну троечники. Или те, кто уже не хотел учиться, а хотел получить профессию, как можно раньше начать работать. Или кто не видел себя в сфере высшего образования и работе в этом ключе. Кто хотел получить профессию, связанную с ремеслом. Например, что-то делать руками. В то время я даже не чувствовал, что мне пригодится эта профессия электрика. И, кстати, после окончания училища я поработал пару месяцев и ушел в армию. Но это уже другая история. И, как правило, в ПТУ уходили двоечники и хулиганы. И вы понимаете, какой контингент населения, молодежи, учился там. И я это предчувствовал. И когда я попал в группу, в которую тоже были хулиганы, которые самоутверждались физической силой. Особенно над слабыми. Или в первую очередь над слабыми. Или только над теми, кто казался им слабым. Чем их они не трогали. Хотя и пробовали на вкус, на зуб и тех, кто казался им, возможно, слабым. И я, наблюдая эти картины, думал, предполагал, что рано или поздно это дойдет и до меня. И наблюдая, как обижают слабых, я представляю, что то же самое могут применить и ко мне. Я начал задумываться. И предполагая, что рано или поздно эти хулиганы могут испытать меня на слабость. Я начал потихонечку испытывать некоторое чувство опасения и даже страха. И для борьбы с этим страхом я решил сам себя закалить, воспитать. А как я это мог сделать? Я выбрал записаться в школу бокса. Итак, я начал ходить в секцию бокса, в которой был начинающим. Там были разные группы. И когда в конце очередной тренировки тренер предложил нам принять горизонтальное положение в ринге, в котором поверхность была мягкая, то есть мы лежали на матах, он сказал, что предстоит поездка на соревнования. И начал выбирать ребят, в которых он видел потенциал, опыт, которые хорошо натренированы для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Не только принять, а по возможности победить. Соревнования были общесоюзные. Это было время еще Советского Союза, когда соревнования по боксу проводились как в России, так и в союзных республиках. И поскольку мы жили в Ленинградской области, то очередные соревнования и ближайший турнир по боксу как раз проводился в Эстонии, который граничит с Ленинградской областью, в которой мы и жили. Итак, тренер в итоге выбрал ребят, в числе которых были два моих новых друга. Но эти друзья были опытные в боксе, они тренировались уже несколько лет, хотя и были примерно моего возраста. И они предложили мне поехать с ними. А я спросил, как? Они говорят, скажи тренеру, что ты хочешь поехать. А я говорю, я же новичок, как он меня возьмет? Я же еще только начинаю. Они говорят, стоит тебе только попроситься, как он скорее всего согласится. Но я спросил под их уговорами, и действительно, тренер посмотрел на меня и взял. Но на тот момент я не знал, что мне предстоит. Хотя были некоторые опасения, что я буду просто грушей для битья. Поскольку я был начинающий, а они почти что профессионалы. А мои друзья имели опыт за плечами и даже победы в соревнованиях. И спустя пару дней мы на большом автобусе поехали в Эстонию. В итоге тренер набрал из трех разных возрастных групп человек 12, по-моему. И мне казалось, что я там был самый малоопытный. И не помню, что я там думал, что со мной будет. Я поехал с друзьями за компанию, потому что нам нравилось быть вместе, дружить. Для меня это были приключения. И я предполагал, что в первом бою я проиграю. И все, буду просто наблюдать, как мои друзья бьются за победу. А получилось до того неожиданно для всех. Хотя, все по порядку. Итак, в тот город, в то место приехали из разных городов. Эстонии, и России, и возможно даже других республик, но я точно не помню. В общем, много боксеров приехало из разных секций разных городов Советского Союза. Молодых. Это был юношеский турнир. То есть, не профессионалы, не взрослые. Это были юноши все. Возраст там где-то в пределах трех, максимум пяти лет. Хотя я точно не помню. Я помню больше всего свой возраст. Плюс-минус год. Из пяти дней пребывания там, Три средних дня были дни боев. Итак, на меня одевают перчатки, маску. Я нахожусь в майке. Ну, подобной этой. И в шортах спортивных. И мой выход меня объявляет. Итак, я выхожу. Такой небольшой стадион, закрытый. Поскольку это было осенью. На трибунах сидят сотни людей, зрителей. И в основном они местные. Конечно, есть приезжие. И есть зрители-боксеры. Но в основном население того города, в котором и проводился турнир. И поскольку это было в Эстонии, То большинство там эстонцев. Какая-то часть русских, местных. Ну, маленькая. И остальные приезжие. И это первый мой выход на такое количество народу. И поэтому я испытываю некоторое волнение. Хотя перед боем тренер пытался меня вдохновить. Провел со мной короткую разминку. Он держал лапы и показывал, куда бить. И я бил. Хотя, если бы не было этой разминки, у меня было бы больше энергии. Но было как было. И получилось то, что получилось. Чего никто и даже я не ожидал. Я, чтобы не быть совсем избитым, был настроен защищаться. Максимально. Я не знал, кто против меня выйдет. Кого поставят. Ну, я выхожу на бой. Бьет гонг. Я вижу соперника. Мы начинаем двигаться друг напротив друга. Примиряться. Мы не знаем, какие мы, как и что умеем. Поэтому мы осторожничаем. Не помню, кто попытался нанести первый удар. Но я зафиксировал, что один из моих ударов прошел. Попал. Хотя и не сильно. Потому что я осторожничал. Я старался держать его на дистанции. Так и он тоже меня старался держать на дистанции. Мы не знали друг друга. Он нанес удар. Я поставил защиту. Я нанес удар. Он поставил защиту. И так прошел первый бой. Он был относительно легким. После которого мои старшие товарищи, когда меня обмахивали полотенцем и смачивали в мое лицо, начали давать мне инструкции. Они поняли, как действует мой противник. Начали мне что это подсказывать. Я не помню, применил ли я их подсказки или нет. Но на втором раунде у меня стало что-то получаться. И иногда мой соперник пропускал мои же удары. Тогда как я не помню, чтобы я пропускал его удары. Хотя там на лице маска, на руках перчатки, в том числе которыми я тоже защищался. Они создавали защитный экран. И вот эти смягчающие перчатки и маска настолько хорошо срабатывали, что если даже этот человек в меня попадал, то я это не чувствовал. И на третьем раунде я чувствовал себя более чем уверенно и более спокойно и смело наносил удары и видел, что я побеждаю. Что было для меня даже удивительно. И конечно, когда мы встали вдвоем перед объявлением, кто же победил, судьи, сидящие по четырем сторонам от ринга, единогласно признали мою победу. И как только рефери поднял мою руку вверх, я услышал такой шквал эмоций из зала. Часть людей, которые болели за меня, вот не знаю, кто это были, потому что меня знали максимум несколько человек, которые приехали вместе со мной. Часть возгласов и ликований была за меня. Вот почему, кто же его знает. Но часть была возгласа недогования, разочарования или отрицательных эмоций. То есть люди включили эмоции почти как на футболе, когда они болеют за кого-то, когда проигрывает твоя команда или выигрывает твоя команда. И я почувствовал впервые на себе бурю эмоций, направленных в мою сторону. Это было интересное ощущение. Но я-то чувствовал себя победителем. Поэтому даже отрицательные эмоции для меня были как что-то новое и интересное. Я не впускал в себя негатив, потому что я был победителем, я был на радостях, я был сам впечатлен своей победой. И поэтому все эмоции я воспринимал как должное и даже приятное. Все эмоции от людей. Это было мое первое ощущение, когда на тебя направлено большое количество разных энергий. В том числе и поддерживающих тебя. Но какая-то часть мальчишек и парней, которые приехали со мной, проиграли в первый же день. И по олимпийским правилам они выбыли из последующего участия. Но некоторые победили. И поэтому на второй день я принял участие в турнире вместе с победителями. То есть победившие сражались с победившими в других парах. Я был несколько самонадеянным. И после первой победы я чувствовал себя смелее. Хотя похоже зря. На следующий день я вступил в бой с более сильным противником. И мы бились почти на равных. Я уже точно фиксировал удары, которые я пропускал. Хотя маска была очень хорошей защитой. Я чувствовал их слабо. Хотя может быть просто противник был не сильнее меня. Но я тоже попадал. И когда прозвенел гонг в конце третьего раунда, никто не знал, кто победил. Даже мы. Потому что мы с противником были вовлечены в стратегии и в умение, как друг другу нанести больше ударов. А также мы были очень уставшие. Поэтому мы не могли подсчитать, сколько же нанес ударов я. И сколько я пропустил. И даже сам зал затих, потому что непонятно было, кто победил. Но четыре судьи, которые сидели по бокам сторон ринга, они четко отслеживали. Очень внимательно наблюдали. И пришли к заключению, что количество ударов, которые я нанес, было больше, чем ударов, которые нанес по мне противник. И поэтому признали победителем меня. Подняли мою руку вверх. Но что здесь поднялось? Вой, свист и ор поднялся еще больше. Потому что мой противник был эстонец. И это все происходило в эстонском городе. И, соответственно, за эстонца большинство людей и болело. И они попытались освистать судей, которые отдали мне победу. Зрители не особо внимательны или не особо разбираются в боксе, чтобы подсчитать количество ударов. Но со стороны эмоциональных зрителей им было, по-моему, все равно. Но, возможно, зрители просто хотели, чтобы победил их земляк. Возможно, из-за этого они пытались опротестовать мнение судей. Но судей были непреклонны. И здесь я чувствовал на себе еще большие волны эмоций. И в них было еще больше отрицательных, чем в предыдущий бой. И эти отрицательные эмоции, которые буквально я даже начинал чувствовать, как удары энергетические на себе, посылали мне и судьям эти эстонцы, которые болели за своего. Но все-таки для меня был интересный опыт и новые ощущения, которые я впитывал в себя и пытался понять, что это для меня значит и как это можно использовать. Но мне все-таки, по большому счету, было приятно даже вот эти отрицательные эмоции, поскольку до этого я жил спокойной жизнью. Обо мне очень мало кто знал. И вот эта минута славы, даже антиславы для эстонцев, все-таки была интересным ощущением. И на этот второй день все те друзья, которые приехали со мной, на второй день проиграли все. Ну и из всех боксеров из нашего города в этот день победил только я. И только я остался на следующий день для нового боя, а все остальные выбили. Что было очень удивительно для меня и для всех, кто меня знал. Потому что я был новичком, в легком весе. Кстати, вес мой был примерно такой же, как сейчас. Я помню, в дипломе или грамоте было написано 52 килограмма. Сейчас у меня вес 51 500. Хотя позже я набирал вес. То есть у меня был вес в последующие годы все больше и больше. Это я сейчас похудел. За последние годы, даже десятилетия. Потому что мой образ жизни менялся. Но это уже другая тема. Ну и как вы думаете, как прошел последний день боев с моим участием? Победил я или проиграл? Можете остановить видео. Попробовать почувствовать или угадать. А потом включить видео и проверить себя. Насколько вы прозорливы. Сами для себя можете это сделать. Стоит ли вам рассказывать, как проходил бой? Вкратце расскажу. Я чувствовал, как я устаю. И уставал раньше, чем мой противник. Хотя он тоже уставал. Но при этом я чувствовал на своей маске, что я пропускаю удары. Хотя они были не больные. Потому что маска очень хорошо компенсировала. Возможны были бы эффекты, которые были бы, если бы маски не было и не было перчаток. И вот эти два мягких места, которые ударяются друг от друга, чувствуются легко. Как вы могли понять, третий бой я проиграл. И поэтому я занял второе место. И почему это все произошло? Потому что на этих соревнованиях я понял, как работают тренера, как работают организации соревнований. Измеряется ваш рост, вес. Сколько вам лет? Сколько у вас было боев и побед? У меня вроде тогда не было ни одного. И только поэтому тренера, согласовывая, кого с кем ставить, поставили меня с такими же новичками, как и я сам. И наш тренер это отметил, когда мы приехали в родной город. На следующей же тренировке, когда мы стояли в строю перед началом тренировки, тренер, поднимая тему соревнований, когда посмотрел на меня, пошутил, подколол, сказав, ну что, Руслан, не зря попросился. Полуэстонии победил. Как-то он подколол меня, что всем стало и смешно, и некоторую гордость даже испытали. Ну я за себя так точно испытал. И я это рассказывал, как первое и наиболее емкое ощущение, когда ты выходишь на арену, на ринг, и за тобой наблюдают. А потом, в случае победы или проигрыша, на тебя направляют большое количество энергии, потому что зрители были сотни. И они в эмоциях. Кто-то из них направлял энергию поддержки, радости за тебя, кто-то негатива, кто-то сожаления, кто-то печали за проигрыш их участника, кто-то протест, кто-то просто выражал свои эмоции, не соображая, что он выражает, просто кричал, свистел. И кое-что я испытал сегодня. Но это было событие другого времени, других мест, которое воссоздалось сегодня, когда я очнулся, проснулся под сильной радостью, мощным впечатлением, при котором у меня шли мысли запоминай, фиксируй, восстанавливай, не забудь. А еще лучше расскажи это на видео, что я и делаю перед вами. Итак, еще немножко предыстории вчерашнего дня. Вчера я создавал условия для приоткрытия многомерного видения для того человека, у которого сейчас мы живем в гостях. Это как раз есть обмен возможностями. Нам предоставили возможность пожить в Турции в обмен на то, что я буду консультировать и проведем минимум одну попытку открытия многомерного видения. А если будет хорошо получаться, может быть и больше. И как раз попытка была вчера поздно вечером, даже ночью. Хотя человек не готовился к этому, поэтому получилось не так, чтобы ах, чтобы открылось сразу и много, но кое-что приоткрылось. Я сделал все от себя зависящее, чтобы создать идеальный фон, чуть приподнять энергетику, провести через себя какую-то часть энергии. Плюс это делали наши я. Вокруг нас собрались те, кто помогал нам приоткрывать это видение. И она стала видеть. Пока немного, пока несколько эпизодов очень коротких в лицах, какие формы лица у нее были в прошлых жизнях. Я проводил через свои руки энергию, который прочищал энергетические каналы, их называют чакрами, но чакр больше, чем 7 и даже 12. Есть еще подчакры, есть еще подчакры, есть второстепенные, третьестепенные энергетические центры, которые ответляются от основных чакр и расположены по всему телу, по всем конечностям. как раз мы, я и мои я, плюс участие принимали ее я, плюс другие специалисты, которые проводили энергию через мои руки, и я вычищал насколько мог те загрязнения и те блоки, насколько получалось их растворить хотя бы немного. Вот в этом треугольнике голова и плечи мы здесь расчищали, в итоге вычистили экран, который и менялся на протяжении сеанса. Сеанс был короткий, около получаса. И как раз только этот экран показывал нечто новое, чем все остальное тело. То есть все остальное тело ее было прежним, но в этом экране она видела, кем она была в прошлом. Вот туда мы открывали вот эту треугольную форточку. Вот этот экран мы начистили, сколько смогли, вычистили энергетически. И она видела, наблюдала. Ну конечно, как многие женщины, поначалу она пугалась. Особенно когда внешность была сильно отличающейся от ее сегодняшней или которой может считаться красивой. Но это уже другие вопросы, это те блоки и страхи, над которыми предстоит еще работать. И вот это событие, вот эти впечатления, которые получила она, как часто и происходит в моей жизни, то, что я делаю для других, ради других, как хорошее, так и не очень, ну разное, отражается на мне. Самое ближайшее время, которое только можно организовать для меня, это происходит от нескольких минут, иногда часов, иногда дней, там разные сроки, в общем, самое ближайшее время. И как раз вот этот бумеранг, который, вот этот фон, вот это условие, которое предоставил ей, предоставили обратно мне. Наши я показали, кем была она в кое-каких прошлых жизнях, особенно одной, которую она хотела воссоздать. А я потом пошел спать, и я проснулся от того, что я под впечатлением видел, кем я был, какие ощущения, эмоции, чувства получил, от которых я проснулся в одной из прошлых жизней. Пробудился я с четким ощущением, что это именно моя жизнь, это мои достижения, хотя не только мои, а нас, меня воплощенные в той форме, и тех, кто мне помогал, которые были на другой стороне завесы, то есть группа, которая меня сопровождала и перевела к этому, к той жизни, к результатам той жизни, а также ведет в этой, хотя состав группы может меняться. Итак, создав условия для другого человека, через несколько часов вселенная создала условия для меня, чтобы показать, кем я был. Итак, я получил бумеранг, позитивный, положительный. Я проснулся от сильного чувства радости, оно было очень мощное, оно даже было запредельное. Итак, на этом я приостановлю. это были предыстории к тому, что было в моей прошлой жизни. Если вам интересно и нужно услышать продолжение, пишите об этом в комментариях, попросите об этом, поставьте лайки, еще от количества просмотров будет зависеть, увидите ли вы продолжение. Итак, от вашей активности будет зависеть, будет ли вторая часть. Итак, как вам мои истории из этой жизни, из моего прошлого. Если вам и это было интересно, напишите об этом в комментариях, возможно, я продолжу рассказ о моих приключениях в этой жизни. Но в следующей серии, если вы попросите, будет история о моей предыдущей жизни или одной из прошлых. Итак, пишите смелее в комментариях, и на этом я с вами прощаюсь, но только до следующего видео.